Художник очень зависит от любви. Любовь – непосредственное выражение его каких-то стремлений. Если он не на этом пути, он вряд ли идет туда, куда надо. Я родилась в Москве и прожила тут всю свою жизнь. До сих пор живу практически за границей, была только два раза. А папа был у меня из крестьянской семьи, а мама из дворянской. Получился такой интересный симбиоз двух разных личностей. Я даже художником не то, что прям хотела стать, но мама, когда она говорила, что она молилась даже, чтобы я родилась, вроде, ну, кто-то там, родилась я. И мама решила, что я должна быть для искусства. Она как бы посвятила меня уже изначально для искусства. Потом я поступила в Суриковский институт, закончила его, в Мачальского училась. Мне почему-то всегда Испания нравилась. Испанские какие-то вот корни, я не могу сказать, что есть. Вот, но почему-то нравилась испанская живопись. И, может быть, это немножко вразрез было с преподаванием, там, ну, все-таки это школа русская живопись у нас в основном. А мне нравились натюрморты, я писала натюрморты. И натюрморт – это основной жанр. Хотя были и картины, были там портреты. Портрет мне тоже очень нравится. Но в основном цветы, какая-то такая поэзия жизни. Так, цветов много было написано. Естественно, много продано. Они были востребованы. Это приятно, когда людям нравится что-то красивое, цветы. В последнее время мне нравится все немножко примитивное, как бы. Хотя вот есть такое понятие примитив или пошлость. Но пошлость – это в смысле то, что прошло. Это же исконно русское слово – пошло. Теперь это смотрится так у нас. А раньше это… Вот. Поэтому что-то такое банальное даже. И, в общем… А потом, вы знаете, животный мир вот стал интересовать. Что-то такое вот, идущее от примитива, может быть. Ну, в общем, сложно, когда художник воспитывается на реализме, потом какой-то делает выбор. Я не знаю, что будет дальше. Но, по крайней мере, сейчас мне нравится вот что-то такое примитивное. Может быть, на меня повлияла иконопись в каком-то смысле. Потому что там плоск, плоскостной ряд изображения. Он, ну, мне показался более даже живым, что ли, в каком-то смысле. Потому что рефлексия такая непосредственная в живописи мне уже стала не нравиться. Может быть, влияние на меня все-таки сильно оказывал всегда Ван Гог и Гоген. Эти люди очень сродни вот лично мне. Почему? Хотя, может, они и разные. А что касается периода испанской, вот, тенденции такой испанской живописи, то там, видимо, поражал вот этот реализм, который, ну, несет в себе что-то очень человеческое, что-то очень мощное, типа Рибера, ну, Караваджо, естественно. Караваджо, конечно, остается, опять же, вот неперерекаемым таким авторитетом. Ну, и мастера все, кто так или иначе работали со светом. Свет и тень. Мы все, как бы, ходим под Богом, да, это понятно. И каждый человек так или иначе управляется какими-то силами. Отображение мира через божественные истины какие-то, через какие-то... Ну, вот он сказал, что будьте как дети, да, что... А что значит быть как дети? Это же тоже непосредственно воспринимать мир. А художнику как его непосредственно воспринимать? Поэтому я лично для себя сделала вывод, что, наверное, надо прислушиваться к каким-то истинам. И от каких-то истин идти, это будет меньший промах, что ли. Мне кажется, что любой человек – это гений. Ну, в детстве, как все рисуют, например, да, вот. Практически, ну, почти все. А если не рисуют, то просто не было возможности. Я уверена, что если бы они рисовали, все были бы так или иначе выразительны, так сказать. Поэтому это присуще человечеству вообще. Уж если ты почувствовал в себе желание рисовать, мне кажется, ну, просто не надо препятствовать. А у детей, часто попадая в какую-то среду, прямо скажем, неблагоприятную, часто бывает, что ребенка мешают, да. Ему как-то вот мешают развиваться так, как он бы непосредственно вот реагировал на мир. Потому что дети, как правило, не замутнены настолько. Хотя, конечно, генетика работает как в ту сторону, так и в другую. То есть есть понятие злой гений, есть понятие добрый гений. Они все гении, поскольку это все духовные силы. Гений он так и называется. Вот у меня четверо внуков, два мальчика, две девочки. Я вижу, как они непосредственно, если им не мешать, развиваются легко. Детей не надо учить до определенного возраста. Им надо успеть высказаться. Моей дочери повезло, она одна, да, родила четверых. И они изначально хотели детей. И хотели изначально, чтобы они занимались и музыкой, и живописью, и как бы вот рисованием всем. И, в общем, они учатся, но я часто говорю, что вы им не мешаете. То есть дети сами могут о себе заявить. Религиозное осознание мира вообще, да, оно свойственно всем нациям, да. Но, опять же, вот христианство, оно ближе к творцу. И непосредственно художник как творец. Ну, я вот художница, да, вот опять же, с хвостиком. Но, тем не менее, вот здесь больше возможностей выразить себя все-таки с помощью именно религиозных каких-то понятий. Потому что там, опять же, все просто, ясно и светло. И если исходить из этой позиции, да, тогда не надо особенно как бы усложнять вот мир, усложнять его уже присущие миру гармонии. Потому что ангельский мир, он рядом, он всегда вокруг нас, и он всегда готов подсказать. Но люди не всегда, как говорится, настроены на эту волну. Ну, вот как говорят, если ученик готов, то учитель найдется, да. Поэтому, если душа человека воспринимает мир, ну, изначально правильно, как это, собственно, и учит, да, Новый Завет, тогда можно быть, есть шанс быть ближе к Богу. То есть он будет сам к тебе ближе. Ну, как отец. Он всегда поможет. То открытие обратной перспективы, которое в свое время, когда-то, кстати, первым перспективу вводил Джотто, и, кстати, один из моих любимых художников, он как бы замечательный во всех отношениях. Но вот он первый рискнул ввести перспективу в мир, так сказать. Он ей дал широкую дорогу. Хотя, может быть, он даже не понимал опасности того всего, к чему это приведет. А то, что все-таки обратная перспектива, это более правильное понятие в мире, потому что не от меня в точку схода, а от точки схода на меня. Это совершенно два разных понятия. У меня вот даже есть стихотворение, которое о точке. Точки нет, она метафизично, Рисовать ее бессмысленный итог. Она бродит вся метафорично, Где, когда, то знает только Бог. Точек нет, они ее сестрицы, И двоясь строится суть вещей. И летят ее страницы птицы, Растворяясь в пламени свечей. И слетает пепел осторожно, Катастроф небесных не тая. Точки нет, ее взять невозможно, На небесный купол не давя. Тема любви – это наиболее важная тема для художника. Вот лично для меня. Потому что через любовь проявляется Вот все на свете. И то, что может, ну, как бы удовлетворить художника. Вот, по крайней мере, меня. Мне уже столько лет, А я такие простые вещи начала понимать только сейчас. Вы понимаете, как бы все время ниточка идет такая Между творцами, скажем так, разных стилей, разных эпох. И ты постоянно чувствуешь, что где-то тебе есть близкий человек. Он умер, может быть, это было века назад. Но этот человек тебе близок. И ты, грубо говоря, можешь даже о нем молиться. Ну, казалось бы, да? То есть это как бы ты его берешь в родственники, Хотя он тебя и не знал. Ну, что поделать? Так устроен мир, творчество. Понимаете? Что там все вместе, все перемешано. Мне вот как-то всегда братьев художников, Чем дальше, тем больше становится по-матерински жалко. Почему по-матерински? Ну, потому что тут тема женщины возникает, на самом деле. Я все-таки женщина, да? Тема женщины в искусстве мне стала интересна, Поскольку моя мама, она была таким ярким представителем женского рода, Которая вообще практически умела и топором, как говорится, махать, и пилить, И в то же время и матерью быть, и художницей, и шить, и готовить. Вот эта вот полнота такая женской сущности меня очень привлекала. Единственная на земле душа моя, мне мать-подруга, Не заменяющая друга, но радость света в топкой мгле. И я, свои раскинув руки, обнять тебя уж не могу, Но берегу, и я не лгу, ту радость дарь бесценной муки. Во тьме ночных ли откровений, во дни печали и забот, Я облекаю в образ тот минуты сладостных мгновений. Твой образ для меня не ясен, но я несу коронный свет, И он откликнется в ответ, и знаю я, что он прекрасен. В старости женщина вроде как совсем становится одинокой, Или ненужной, скажем так. Поэтому вот эта вот тема бабушек, Целая серия вот портретов бабушек, Она как раз связана с этой, как ни странно, радостью. Потому что удивительное поколение этих женщин, По крайней мере, поколение моих родителей, Это были женщины, прошедшие очень много. И войну, и горе, и потери. А тем не менее, почему-то они оказались верными себе самой. Тот свет, который они пронесли, В деревнях ли где-то забытые, В городах ли неволе им пришлось пребывать, На презрении своих детей, там и все прочее. Вот мне кажется, что вот эта тема бабушки, Она вообще очень важна. Тем более, что я сама бабушка, Стала вот в связи с четырьмя внуками, И какой-то вот, не то что груз ответственности чувствуется в этом, Но хочется, чтобы твои внуки тебя запомнили, Как несущую какой-то свет, радость и любовь. И я вот в этих бабушек влюбилась. Они как бы такие вот, никому не нужные, Но они все улыбаются. Вот как отобразить этот мир с помощью реалий пока еще земной жизни, Данной через природу, через красоту, через поэзию. Мне кажется, я просто пытаюсь, Вот в стихах я пытаюсь что-то тоже нащупать. Но это опять же, вы понимаете, Человек не может сам ничего сделать. Если ему свыше что-то не помогает, Он становится беспомощный, Как и Господь сказал, Без меня не можете творить ничего.